Ха-ха-ха-ха! Я чувствую себя настоящим искателем сокровищ! И, конечно же, поделюсь с подписчиками! В общем, длина, давайте искать сокровища! Не могу поверить своим глазам! Это реально сокровище! Это древняя окаменелость и мама! Добро пожаловать на канал Жизнь Вия! Здесь видеоролики выпадают каждый день в 10 часов по московскому времени! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия! Добро пожаловать на канал Жизнь Вия! И сегодня мы будем делать что-то невообразимое! Мы снова вернулись на имение Строгановых! Это некие миллионеры прошлого, очень богатые люди, которые весьма и весьма известны в Перско-Крае! Зачем мы сюда вернулись? Очевидно! Позади меня находится заброшенное имение, которое также стоит на землях Строгановых! По счастливой случайности нам в предыдущем видеоролике удалось найти карту! Судя по всему, это карта сокровищ! И это никакого не совпадения! А реально очень похоже на то, что это карта сокровищ Строгановых! Действительно, мы ведь занимались магнитной рыбалкой на их земле! Поэтому и нашли здесь какой-то топотайной ход или тайник, который приведет нас, возможно, к сокровищам! Мы набрали необходимое количество лайков в предыдущем видеоролике, поэтому мы решили попробовать испытать удачу и поискать сокровища Строгановых по этой карте! И как вы помните, отрывной точкой является как раз-таки этот колодец! Дальше нам следует проследовать по маршруту и найти какой-то водоем! Поэтому мы взяли автомобиль из Даркнет и собираемся прошерстить всю территорию Строгановых! Отправились мы в нашу сегодняшнюю экспедицию очень рано, друзья! Использую, как видите, вместо навигатора сегодня я карту сокровищ Строгановых! И посмотрите вокруг! Деревня! Утро в деревне! Такое не каждый день увидишь, друзья! Я уж и забыл, как это выглядит по утрам! Время, кстати говоря, 7 утра! Я надеюсь, этот видеоролик заслуживает вашего королевского лайка по той причине, что мы очень давно не выпускали таких серьезных экспедиций! Но ради вас мы готовы на все! Вон вода уже! Да! Действительно! Подожди, реально! Мы отъехали буквально в 100-200 метров от этого самого колодца и вот нашли какой-то водоем! Отлично! Пока не очень понятно, куда нам следовать далее! Пойдем посмотрим! Ё-моё! Вы посмотрите, какое раздолье, друзья! Вот это да! Хочу напомнить, что Строгановы это крупные промышленники и землевладельцы! Их род существовал с 16 по 20 века! И вот буквально совсем недавно все это прекратилось! И сейчас, получается, у нас есть возможность прикоснуться к древности, к прошлому! Узнать какие-то тайны! Я почти на 100% уверен, что мы движемся в правильном направлении! Вот здесь мы оставили наш автомобиль из Даркетс! Вы посмотрите на вот эту завихрюшку! Вот эту зигзагообразную дорогу! И сравните вот с этим маршрутом, который мы преодолели от колодца до этого водоема! Один в один, друзья! Однозначно! Это не может не радовать! Еще знаете, какой интересный факт? Я думаю, что Строгановы могли бы действительно спрятать какие-то сокровища! И спрятали они их очень надежно с помощью этой карты! Все почему? А потому что раньше этого моста здесь не было! Вы сами представьте, чтобы добраться раньше до этих сокровищ, нужно было переправляться вплавь или на корабле! Вот только теперь передо мной стоит большая проблема! Может быть подписчики мне помогут ее решить! Смотрите, здесь по прямой нарисован маршрут, да? Но получается мы уже должны преодолеть этот водоем, а потом ехать по прямой! Однако, мы можем быть обманутыми! Потому что, как я сказал раньше, это сейчас по этому водоему есть мост! А раньше ведь его не было, можно было прыть вплаво, влево или куда угодно! Но здесь нарисован лес! Единственный опознавательный для меня знак, это какого-то рода ели, да? То есть, это очень похоже на ели! А здесь я не вижу пока никаких елей! Ну, я думаю, стоит двигаться до тех пор, пока мы не увидим какие-то ели, сосны! Ну, в общем, что-то напоминающее вот это вот! Ну, еще здесь какой-то забор или еще что-то! В общем, давайте отправимся по прямой пока и посмотрим, куда эта дорога нас приведет! Мы пересекли этот мост! И если двигаться прям-таки по прямой, вот реально не съезжая, то мы въезжаем вот в какую-то, я не знаю, опушку или еще что-то! Я вот реально решил, вот как-то нарисовано на карте! По прямой, прям-таки по прямой, никуда не сворачивая! Вот именно по этому мосту! И так-так-так-так-так-так-так-так-так! И мы пришли в тупик! Так что, может быть, я был и неправ! Ладно, осмотримся вот в этом тупике! И подумаем, может быть, действительно надо было где-то свернуть! Или, может быть, я вообще выбрал неправильное направление! Кстати, напишите ваше мнение, как правильно нужно перемещаться по подобным картам, как именно нужно искать сокровища! Может быть, нам нужен компас как-то или еще что-то! Так что, обязательно напишите ваше мнение в комментариях! Самые развернутые и интересные версии, я, конечно же, отмечу сердечком, но самые интересные получат от меня личный ответ! Так что, пишите комментарии! А мы пока осмотримся здесь! Сегодня в деревне очень холодно, на самом деле! И в этой экспедиции участвует не только я, не только мой оператор! У нас еще есть с собой люди! Ну и, конечно же, мы взяли нашего самого верного товарища! Это Степан Степа! Любитель искателей приключений! Степ, привет! Поздоровайся с подписчиками! Тебе не холодно? Да ладно, я же вижу, что холодно! Вот поэтому я решил его укрыть, пока мы будем искать сокровища! Ну вот, как вам будет уютнее! Ставьте лайк, если любите, когда Степа есть в видосах! А мы пока нужны понять вообще, где мы! Здесь какой-то комплекс есть! Нет, мы не там! Здесь ни елок нету, ничего такого! Так что-то обратное ехать куда-нибудь! А если почитать? Что почитать? Кузьминка! Это повыше! Лесопарк Кузьминка заложен служащим строго! Служащим строгановых! Я же вам говорил, строгановые это как бы очень серьезные люди! У них этих служащих было навалом! Так может быть один из служащих где-то и заложил этот вклад? Подожди! То есть мы... Это какой-то лес, который принадлежал строгановым, да? Получается! Да здесь все принадлежало строгановым! Служащим строгановым! Служащим строгановым! А если сам строганов, то он еще богаче получается! Еще богаче получается! Подожди! А, так вон елки! Реально смотри! А, так это, наверное, оно и есть, это место! Обратите внимание! Здесь, типа, вон, березы, елки! И вот эти ворота кузьминки, получается, да? Вон, и смотри, какие старые! Вон, как они были еще заложены кирпичом вот таким вот старым, каменистым! Так, ну, если мне не изменяет мои глаза, то мы должны двигаться туда! То есть не по прямой, как в предыдущий раз, а туда! Пойдем! Да, непростой денек! С утреца в деревню! А потом, мой день начался у колодца! А сейчас мы в каком-то странном парке! Это какой-то артислаг! Что это может быть? О, смотрите, какой мост! Вау! Мост здесь, ничего касается, речка! Она на карте не обозначена? Не знаю, наше следующее место, это какой-то крест! Но это не сокровище, потому что от этого креста... А это, может, мостик? Вот это здесь? Я вот тоже так думаю, но это скорее пересечение двух мостов! Не знаю, по крайней мере, очень это напоминает трассу дорожную! Но тогда не было трасс! Так что мы должны искать пересечения, может быть, каких-то старых дорог или еще чего-то! В общем, сегодня нам реально понадобится знание истории, чтобы суметь найти эти сокровища! Но, по крайней мере, здесь очень красиво и очень живописно, согласитесь, подписчики! Не каждый день такое увидишь! Вот это проблема, которую я отношу к разряду нерешаемых! Потому что, как бы у нас здесь нарисовано идти по прямой, а мы находимся на развилке! Она либо нерешаемая, либо очень легко решаемая! Дай мне камеру! Ты иди туда! А я пойду сюда! Во! В общем-то, я иду! Не знаю, как у моего оператора дела! О! Какой-то странный водоем! Так, подожди-ка! Не знаю, видно вам или нет! Нет, наверное, не видно! Просто я снимать не умею! Я же оператора зачем-то выгнал! Ну, ладно! Я буду искать сокровища, и мне же больше достанется! Ну, нам! Я же, конечно же, поделюсь с подписчиками! Так что... Ну, это, думаю, я и без оператора справлюсь! Иду я уже минут 30 на самом деле! И что-то здесь никаких опознавательных знаков и ничего такого-то и нет! Надеюсь, я не заблудился! Потому что... Эй, стой, Игорь! Ты что там делал? Там медведь! Медведь? Да! Где? Да я меду хотел просто поесть настоящего! Я все время в банках его видел! А там улей такой гигантский! Я уже хотел залезть! Вот такое медведище! Ты хотел залезть в улей? Ну, не знаю, они же лазут! А он вот так ими еще! А то, что там пчелы тебя не напрягло? У меня медведь напряг больше! О-о-о-о! Наконец-то! Первый признак того, что мы не заблудились! Какая-то дорога! И она идет либо вниз, Либо наверх! Ну, мы пойдем наверх! Там медведь может быть! Я же не полезу к нему в улей! Так-то верно! Я не знаю, куда мы пришли! Но куда-то мы пришли! Потому что эта дощечная дорожка закончилась! И здесь, судя по всему, выход из парка, по которому мы шли! Или леса! Или леса! Раз, тут медведь был! Так! Ну и... И где же мы находимся? Какой-то части, какой-то деревни! Может быть, здесь и надо найти что-то вроде перекрестка? Может быть, это было не по прямой, а типа по диагонали надо было идти! Вот мы как вышли из этого леса, все-таки идем, 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 идем по прямой! Во! Смотри! Некоторые городские подписчики даже не знают, что это такое! А это, между прочим, советский кулер! То есть... Опа! Понял? Вода бесплатная! Ты знал вообще такое? Смотри! Не знаю, правда, питьевая она была или нет! Ни в коем случае не повторяйте! Здесь как бы вот одна дорога! Мы идем по ней по прямой! Неудивительно! Это же какая-то деревня! И ни одного перекрестка, ни старого, ни нового мы пока здесь не увидели! Самое, знаете, что смешное? Вот мы идем посередине, как бы, дорожной трассы и ни одной машины! Просто ни одной! Ну, вон, можно посмотреть! Пустошь! Деревня! Собаки только и петухи! Да! Да! Первый перекресток в этой деревне! Смотрите, вон, смотри, снова советский кулер! Их раньше часто выставляли! У каждого дома мажоров в Советском Союзе был свой советский кулер! И к нему вся деревня... О, даже машина! Это что-то новенькое! И мы на перекрестке! Да! И это место пооживленнее! Вот действительно, от этих перекресток, по крайней мере, очень похоже! Я так предполагаю! Раньше это было, скорее всего, что-то вроде мещаной дороги! По этой дороге различные купцы и торговцы чем-то полезным переходили на своих вожьях и перевозили оленью шерсть! И, возможно, это была популярная дорога раньше! Вот только непонятно, куда двигаться теперь! Вниз, наверное! Ну да, судя по всему, вниз! Только смотри! Он же на пляжу, наверное, жил наверняка! А так здесь нарисован водоем какой-то! Вот это то ли озеро, то ли что! И какой-то большой дом! Подожди, вон озеро получается! Видно, да? Да, видно! Ну и все! Мы почти пришли! Мы почти носили сокровища! Пойдем к этому озеру вниз! Слушай! Ну вот эта улица, по которой мы спускаемся, смотрите! Здесь, опять же, такая старая, старинная дорога! Не уложена еще асфальтом! Ну посмотрите на дома вокруг! Посмотрите на фонарики! Уже вот так вот реально жили какие-то феодалы, мещанины! Ну Строгановы, получается! И вот, реально, мы, получается, движемся в нужном направлении! Еще бы какие-нибудь подсказки найти! И тогда я был бы точно уверен, что мы найдем сокровища! Спустились мы, короче, фиг пойми куда! И тут какой-то сад теплоуховых! Или, вернее, ну не Строгановых, понимаешь? Ну, походу, заблудились или еще что-то! Причем здесь теплоуховы, Строгановы? Вот так-то, вон, тоже по-мажорски все выглядит! Вот так вот развлекались мажоры тех лет! Видите, у них свой цирк был прямо дома, да? Вон, получается, свой фонтан! Это признаки мажорства тех времен! И, ну, это теплоуховы! Это другие мажоры! Нас интересуют мажоры Строгановы! Короче, я загуглил, в отличие от некоторых! И теплоухов этот, это бывший крепостной граф у Строгановых был! То есть, это их слуга? Крепостной, да! Офигеть! Получается, вот, смотри! Путешествие по сказочному саду! А это сад имени Теплоухова, получается! Офигеть! Вот у крепостного! Вы знаете, кто такие крепостные? Это, по сути дела, служащие, прислуга! У вот этих вот, у графов, да? Как наш оператор и сказал! И вот представьте, что вот такое имущество, такое имение выделили Строгановы крепостному обыкновенному Теплоухову, да? А сколько тогда сокровищ-то у самих Строгановых, раз им не жалко было целый сад отдать крепостному! Значит, мы движемся в правильном направлении? Смотри! Что-то такое! Иди сюда, смотри, я все понял! Иди сюда, оператор, смотри! Во! Герб графов Строгановых! Мы в нужном месте! Смотри! Это то, что ты нашел! Это стелла, как бы в память роду Строгановых! Потому что вот эта арка, которая наверху стоит, это символ храмов! Они, короче, славились тем, что... Их род становился тем, что они строили храмы! Вот! Символ храмового строительства! А колеса, которые ты сейчас трогал, это символ постоянного движения! А также исторический образ соляных варниц и колодцев! Они еще промыслом же занимались! Они варили соль, эти самые Строгановые! Поэтому они и были такими богатыми! И раз этот... Ты что-то про колодцы еще сказал! Колодцы? Колодцы! Серьезно! Вот это совпадение! Вот это да! Мы в нужном месте! А я так понимаю, напротив... Напротив этой самой стелы, напротив этого памятника и находится... Ха-ха! Этот самый дом! Но где же озеро? Пойдем и подойдем поближе! Вот, серьезно! Колонны? Раньше это было что-то вроде объекта величия! Если у тебя в доме колонны, то ты... Ой, какой богатый! Ой, какой крутой! Вспомните Цезаря! Вспомните всякие амфитеатры! Колонны это что-то очень крутое! Всех богов там были! Да-да, у древнегреческих богов у всех у них были колонны у себя в домах! И если у тебя дома колонны, то это прям вообще вверх всего-всего считается! А знаете еще, что я думаю? Я думаю еще то, что... Думаю я еще то, что... Это не совсем дом! Это больше похоже на дачу! Потому что, ну как-то, если честно, этот домик маловат для Строгановых! Так что, думаю, это один из множествовых домов! Это что-то вроде дачи, где они отдыхали! Вот! А озеро мы нашли! Да-а-а! Видимо... Видимо реально! Вот! Это озеро! Здесь он скорее всего купался! Потому что раньше бассейны было невыгодно строить! Ну что смысл строить бассейны, если у тебя бесплатное озеро может быть, да? Это же здорово! Можно идти купаться! Здесь красиво, наверное, было! Сейчас здесь не очень красиво! Но, в любом случае, крестик-то у нас здесь находится на карте! Вот озеро, вот дом, вот крест! Озеро, дом, крест! То есть, озеро, дом, крест! Ладно, в общем, будем искать какие-то пригодные места, где мог бы быть схоронен сундук! А может быть, вон не схоронен, а где-то запрятан! В общем, давайте поищем! Мы будем прямо в доме находиться! Не знаю, давайте поищем сундук! Пошли мы в здание, и оказывается, сейчас это имение Строгановых, это музей! И находится он в Ильинском, и здесь мы можем понять, что мы предположили правильно, а что неправильно! Может быть, еще больше найдем подсказок для нашей истории! Потому что, ну опять же, соливары, колодцы, все это не просто так! Слишком уж много совпадений, друзья! Может быть, даже, может быть, я не знаю, может быть, это означает крест-подвал какой-то, или еще что-то! В общем, взяли мы аудиогид, все современно, будем слушать и передадим вам какую-нибудь информацию! И, может быть, найдем, в конце концов, эти сокровища! К слову, о сокровищах! Они были не только накоплены в ходы промышленной деятельности и всего такого! Графы Строгановы также участвовали в военных действиях! И кто знает, сколько сокровищ во время военных действий было переведено сюда, и здесь они были спрятаны! Вот, например, можно посмотреть то, что этот граф Павел Александрович Строганов, он жил как раз-таки, как я вам говорил, в это время! И во время войны 1812 года, те сокровища, которые были захвачены у французов, тоже, возможно, хранятся сегодня здесь! Вы представьте! Вы представьте себе! Друзья, смотрите, здесь в музее представлены находки, как-то похожи на те, что мы находили ранее! Почти всю из этого мы находили! Топоры, кусочек кольчуги нам тоже доводилось находить, какие-то маленькие осколки копий, и вот только вот, если пушек мы еще не находили! Но все это очень интересно, потому что именно здесь мы можем увидеть не только вещи древности, но и заклините сюда! Это очень старая старинная фотография, я же говорил, что раньше это озеро выглядело очень красиво, не узнаете это место, да? Однако только церкви сейчас там такой нет, видимо, в революционное время в СССР она была разрушена, но говорят то, что ее восстановят и будет еще красивее, но в те времена нас интересуют сокровища! Вот сейчас у каждого, наверное, подписчика нашего есть планшет, а раньше планшеты были такие, а если быть точным, то это грифельный карандаш и грифельная доска. То есть раньше, чтобы пойти в школу, вы должны были сначала стереть все с нее или переписать куда-то, и, короче, потом вот так вот снова писать. Типа один листок, он у вас многоразный. А вот калькулятор? Да, раньше так калькулятор выглядело. Я вот все думаю, где спальня, где все такое, оказывается, я был неправ, никакая это не дача, ребята, это рабочее место, здесь проводились исследования, если можно так сказать, и можно проследить за рабочими процессами, которые здесь происходили, и это уже приобретает еще больше смысл для нас, ведь где работа, там и деньги. Мы осмотрели все, друзья, и чего-то напоминающие сокровища мы не нашли, но, однако, смотрите, крест здесь находится как бы под домом, под домом. А что у нас под домом? Подвальное помещение, темное подвальное помещение. Я думаю, мы должны продолжить наши поиски и постараться найти что-то, что нам повернет на наличие сокровища, которые здесь могут быть. Вот это да, друзья. Чего-то подобного я еще никогда не видел. Ничего такого за всю историю канала Жизнь Ви мы еще не находили. Вы только представьте, это место, оно пропитано историей. И, возможно, именно где-то здесь, в этом темном подвале, который, возможно, когда-то был библиотекой, и находятся наши сокровища. Кто знает, может быть, вот эти элементы старины, вот это все, оно, может быть, уже, по сути дела, сокровище. Напишите в вашей версии в комментариях, сколько это все может стоить, друзья. Кто знает, возможно, этими предметами старины пользовались сами строганными долгое-долгое время назад. Кто знает вообще, сколько этому всего может быть лет. Это реально целая история. Но где же сокровища? Ого, возможно, это один из первых образцов кристаллов соли, который был добыт строганными. В общем, именно на этой соли и была построена промышленность. На этой соли и были сколочены капиталы строгановых. Так, но где же сокровища? Где они? Ой, что это такое? Какая жуткая штуковина, а? Ребята, смотрите, сколько здесь старинных часов. И на всех них встало время. Время в этом месте буквально застыло. Это соли. Это сундук с сокровищами. Тяжелый? Да, очень. Мне очень тяжело, ты задолбал. Помог бы хоть. Сокровища помогу разделять обязательно. Нет, я их разделю с подписчиками. Сокровища. Вы посмотрите сюда, друзья. Это реальные сокровища. Сундук. Я не могу поверить своим глазам. Нам еще предстоит его вскрыть, друзья. Но сокровища наши. Они уже наши. Мы погрузили наш сундук в машину из Дарфи. Теперь их охраняет Степа. Но, чтобы открыть этот сундук, давайте мы с вами наберем целых 30 тысяч лайков под этим видеороликом. Я знаю то, что вы, мои подписчики, большие молодцы. И всегда набираете необходимое количество лайков. В любом случае, надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Вы не забудете поставить под ним лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ведь с вами был я, Вячеслав Исмылов. Или живее. А видео на этом канале выходит каждый день специально для вас. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова